Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем третью главу третьей Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайна Великановой. В первых главах, напомню, рассказывалось о том, что одержавший победу царь эллинистического Египта и некоторых других территорий из династии Птоломеев объезжал подвластно ему территории, в том числе побывал в Иерусалиме, хотел, так же, как это он делал во всех подвластных ему городах, зайти в храм, может быть, принести какие-то пожертвования, но он язычник. И в Иерусалимском храме священники и народ считали, что он осквернит храм, если он войдет туда. Тем не менее, воспрепятствовать они ему не могли, они молились, и сам Господь поразил его каким-то внезапным недугом, что-то вроде инсульта у него случилось, и в храм он не вошел, но обозлился ужасно. И вот он вернулся к себе в Египет, в Александрию, в свою столицу. Он ведет распутный образ жизни, пьянствует, разные оргии, и мыслят тоже распутно, можно сказать, и в том числе вот задумал отомстить иудеям. И вот как это все происходило, мы читаем в третьей главе, третьей Маковейской книге, которая сейчас перед нами. Да, некоторые, он уже организовал что-то вроде переписи, уже повелел в рабство заключать иудеев, некоторые иудеи откупаются, и вот третья глава. Когда вести об этом стали доходить до нечестивца, то есть о том, что не все иудеи попадают под наказание, не все живущие в Египте иудеи попадают под наказанием, «Он так рассверепел, что гнев его обрушился не только на александрийских иудеев. Страшно вознегодовал он и на тех, кто жил под деревням, приказал немедленно согнать их всех в одно место и предать самой ужасной смерти». Вот таков был гнев, такова была ярость этого человека. Не получилось всех обратить в рабство, кто-то откупается, еще какие-то пути находят люди, чтобы высклюзнуть из-под этого царского указа. Тогда просто убить всех, не только александрийских иудеев. Александрия — огромный город, одна из столиц мира того времени, один из важнейших городов мира. И там проживало очень большое количество иудеев. Вплоть до V века уже нашей эры иудеи составляли значительную часть населения Александрии. Но и не только их, а и тех иудеев, которые живут где-то в деревнях, в разных других населенных пунктах, всех найти, собрать и предать смерти. Уже не в рабство, а предать смерти. Вот таков приказ царя. Пока все это и устраивалось, среди тех, кто был готов к злодеяниям против иудеев, распускались слухи, порочащие их рот и подталкивающие к мысли о том, что им где мешают соблюдать законные обычаи, так как иудеи сохраняли по отношению к царям благонамеренность и неукоснительную им верность. Что-то похожее было, ну, например, в 20 веке во время гонения на христиан большевистское правительство пропагандирует, что христиане, те, кто подрывают устои новой власти, что они политически нелояльны, неблагонадежны. Но большое количество христиан не имело никаких именно политических... Они просто желали... Амбиции, они просто желали свободно исповедовать свою веру, посещать богослужения, жить по-христиански, исполнять заповеди. Но распространяются именно такие политические... Инкриминируются политические обвинения. И вот здесь то же самое против иудеев. Большинство из них благонамерены по отношению к эллинистическим царям. Не мешайте нам верить так, как мы хотим, не мешайте нам жить по закону нашему, Божьему закону, данному Моисею. И мы будем и служить вам, и в армии вашей воевать. Но обвинения воздвигаются в совершенно другие. Вместе с тем, почитая Бога и живя сообща по Его закону, они держались особняком в том, что касается пищи. И по этой причине некоторым казались враждебными. Но они, украшая благими делами праведных общение со всеми людьми, давно уже стяжали себе добрую славу. К иудеям было неоднозначное отношение. С одной стороны, иудеи старались отдельно питаться, чтобы случайно не съесть ничего непозволительного с точки зрения ветхозаветного закона, ничего не кошерного. И этим вызывали какое-то подозрение. Ну что это, вот они с нами задним столом не едят? Это вообще очень важный элемент общения между людьми. Совместная трапеза. Слышал от одного священника. Что такое семья? Семья — это те люди, которые вместе едят задним столом. Очень печально, что в некоторых наших семьях даже и стола совместного нет. Такое бывает, к сожалению. И люди питаются исключительно по раздельности. Только кто, когда. В этом теряется некоторая основа такой вот семейной жизни. И вот иудеи не питались вместе с египтянами, с жителями этой империи, и тем самым вызывали против себя подозрения. Но вместе с тем, они вызывали и уважение одновременно, добрыми делами, благонамеренностью, стяжали себе добрую славу. Так что такое неоднозначное было к ним отношение. Вот что-то они с нами не едят, но вроде люди хорошие, помогут, поддержат, исполняют свое слово, не злобивая. Вот по-разному. Все же иноплеменники ничуть не посчитались тем, что молва о добрых делах рода иудеев была у всех на устах. Они кричали только о различиях богопочитания и пище, твердя, что, дескать, эти люди не связаны клятвами верности царю и войску, что они злонамерены и готовят против государства нечто страшное. И тем нагнали небывалого страха. Вот эта пропагандистская кампания, которая началась против иудеев, она распространяется, ширится, и вот все больше жителей Египта, коренных, негодуют против евреев. Евреи же не приносили клятвы верности царю. Что имеется в виду? Каждый воин армии в этой империи совершал языческий ритуал, участвовал в жертвоприношениях, когда начинал свою армейскую службу. Евреи никогда не участвовали в этих жертвоприношениях, никогда не участвовали ни в каких языческих ритуалах. Они верно и исправно служили в этой армии до конца. Но вот эта форма присяги, распространенная в армии, языческая форма, для них была непринемлема. И вот тут об этом вспомнили. Да, вроде бы они, конечно, и верные воины, но ведь они присягу не приносили. Они не участвовали в этих ритуалах. Хотя жившие в городе Эллины, которых людей ничем не обидели, замечали внезапно начавшуюся суету вокруг этих людей, наблюдали необычное скопление народа, но из-за тиранических порядков помочь им были не в силах, только утешали, сокрушались и уговаривали, мол, все это еще переменится. Ведь нельзя не заметить такую толпу ни в чем неповинных людей. Ну вот некоторые горожане, которые лояльно относились к иудеям, они говорили, ну, перетерпите, как-нибудь все это рассосется. Вас так много, нельзя допустить, что всех вас возьмут и убьют. Просто невозможно. Слишком много вас. И вот уже некоторым, кое-кто из соседей, друзей, из сотоварищей стал тайком натягивать крайнюю плоть, клялся сражаться плечом к плечу, не оставляя попыток сделать все, чтобы им помочь. Находятся и такие. Большинство враждебно, некоторые нейтрально, но есть и такие, которые стараются помочь иудеям, делают какие-то довольно сложные, но действительно возможные операции по тому, чтобы вернуть тело человека вот в то состояние, которое было до обрезания. Ведь каждый мужчина, принадлежащий к еврейскому народу, по заповеди Божьей совершал обрезания. И вот некоторым из них, чтобы скрыть еврейство, возвращают обратно первоначальное положение тела. Такая операция существует и действительно практиковалась, в том числе, и в ту эпоху. И другие говорят, что мы и сражаться будем за вас, если действительно начнется какая-то заварушка, можно так сказать, мы будем сражаться за вас. По-разному люди относятся. Большинство против, меньшинство нейтрально и единицы за иудеев, обещают им помощь и действительно помогают. Примерно так же было в 20 веке, во время того, что устраивали нацисты в нацистской Германии. Тот, значит, а царь, кичась сииминутными удачами, и не понимая силы величайшего бога, думал, что никогда и ничто не заставит его изменить свое решение. И написал против них вот такое письмо. Ну, это задуманное деяние, геноцид попусту, уничтожение огромного количества людей по национальному принципу. Надо подкрепить каким-то документом. И вот царь пишет письмо. царь, патоломей, филопатр, наместникам и воинам Египта, где бы они ни были, желает здравия и благополучия. И сам я, и государство мое благополучно. Наш поход в Асию, как вы и сами знаете, благодаря неизменному содействию богов увенчался успехом. А потому мы приняли решение не силой оружия, но добротою и великим человеколюбием пестовать народонаселяющие Келли, Сирию, Финикию и с радостью оказывать им благодеяние. И вот, раздав по храмам городов немалое приношение, мы прибыли в Иерусалим, дабы оказать почести храму этих проклятых, которые неизменно преданы своему безумию. А они, на словах приветствуя наше прибытие, на деле лицемерили. Когда мы пожелали войти во храм, почтить его подобающим и прекраснейшими подношениями, они, закореневши в своих предрассудках, запретили нам войти и только благодаря нашему человеколюбивому отношению и ко всем людям не изведали на себе наши силы. Ну, то есть, царь пересказывает эту историю, но пересказывает по-своему. Он ничего не упоминает о том, что да не мог ему никто запретить войти, он пришел туда с армией, с войском, с силой, молились иудеи о том, чтобы Господь сохранил бы храм, это сквернение и инсульт у него случился или какой-то похожий припадок. Об этом он ничего не говорит. Он говорит, мне запретили, я не стал входить и пожалел этих людей, но они злонамеренные и всячески и всячески вот он говорит о враждебности иудеев. Свою враждебность к нам они высказали открыто. Одни из всех народов они не поклоняются царям и благодетелям своим и искренности их подношения верить не хотят. Чтобы от тех не исходило, отказываются признать чистоту их намерений. О чем здесь речь? Почему иудеи одни из всех народов не поклоняются царям? Да потому что царь обожествлялся в эллинистическом мире. Царь это языческий бог и в отношении царя осуществлялись языческие ритуалы. Иудеи в этом не участвовали. Они не поклонялись царю как богу. Да, они были лояльны, когда от них не требовалось отречения от веры, от закона, но не участвовали ни в каких языческих ритуалах. Но мы, привыкнув как безрассудство и возвратив с Египет с победой, поступили с ними как подобает, ибо мы со всеми народами обращались человеколюбиво. В числе прочего мы объявили всем о прощении и преступлении их одноплеменников, поскольку они воевали на нашей стороне и с давних пор ведали тысячами дел, давно им полностью доверенными. Мы даже решились на перемены, нам угодно было удостоить гражданский прав александрийцев и позволить участвовать в постоянно совершаемых священодействиях. То, что он заставлял иудеев отречься от веры, вот кто отречется от древних законов, те не могут спокойно жить, не обязательно им делаться рабами, только верных закону божьему иудеев делать рабами, вот так в предыдущей главе говорилось. И вот он говорит, как в великом богодеянии, что он разрешил иудеям стать александрийцами, участвовать в языческих обрядах. Некоторые, да, тогда вот отступили, некоторые оказались предателями. Но на самом деле это не богодеяние, а скорее насилие, насильственная попытка заставить людей отречься от их веры. Но большинство не поддались на это. И поэтому он пишет, однако они, просявя всему этому, в силу своеврожденного злонравия, отвергали добро, непрестанно влеклись к дурному. Так они не только отвергали презренное имя право гражданства, но к тому же и словами, и молчаниями показывают, что гнушаются теми немногими из своих, кто искренне к нам расположен. И держась своего отвратительного образа жизни, они всякий раз ожидают, что мы скоро все это отменим. Но действительно, к предателям, к тем, кто отступился от закона, к тем, кто стал язычником, евреи относились именно так, как к предателям. Посему убежденные многочисленными доказательствами, что они во всех отношениях нам враждебны, мы позаботились, чтобы эти нечестивцы не оказались когда-нибудь при неожиданном против нас мятеже предателями и варварами врагами в нашем тылу. Мы повелеваем по получению сего послания немедленно с бранью и побоями заключить в железные оковы живущих среди нас аудеев, с женами их и детьми, согнать их отовсюду к нам для неотвратимой и позорной казни, заслуженной этими супостатами. Если они будут казнены все вместе, то мы уверены, что в будущем наши государственные дела достигнут полнейшего благоденствия и установятся наилучший порядок. К сожалению, на протяжении истории человечества не раз были слышны подобные слова и подобные указы, прежде всего, конечно, в гитлеровской Германии, но и в других странах, и иногда и не в отношении евреев, а в отношении христиан. Вот истребить всех христиан и в государстве наступит порядок. Примерно так говорили большевики. Вот истребить таких, 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 и тогда вот наступит светлое будущее всех врагов Отечества. Но это, конечно, ошибка. Если же кто-нибудь укроет кого-то из иудеев от мала до велика, не исключая грудных младенцев, то его вместе со всем домом замучить до смерти самыми позорными пытками. Кто захочет донести, тот получит имущество подпавшего под наказание и еще 2000 драхм из царской казны будет уменьшен свободой. Всякое место, где будет пойман укрывающийся иудей, должно стать запретным и подвернуться сожжению, чтобы для всякого смертного существа оно стало навеки ни к чему непригодным. Вот каково было это письмо. Ну, настоящий геноцид. То есть всех младенцев, подростков, юношей, взрослых, стариков, всех согнать и уничтожить. Кто донесет на еврея, получает большую награду. Если раб, он становится свободный, получает все имущество того еврея, на которого он донес, получает еще и дополнительную денежную награду, значительную 2000 драхм из царской казны. Это большие средства. Если в каком-то доме прячется иудей, известно же, что есть единицы, которые готовы сражаться даже за иудеев, которые, как во время нацизма тоже так же было, что некоторые прятали евреи. Вот если будет найден такой человек, то дом его сжечь, чтобы это место стало непригодным для жилья. Вот такой страшный приказ всех согнать, собрать и уничтожить. Как будут развиваться события, мы узнаем из следующей главы. Сегодня мы читали третью главу, третьей же Маковейской книги, в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет. статье маковей, Тебе в зл и уничтожить, рамках, львы, маковей, маковей, маковей. Продолжение следует...